Согласитесь, что очень неуверенно начали, где-то волновались, мандраж, кое-что? Конечно, волнение было, особенно у молодых игроков. В принципе, это было предсказуемо, поэтому немного они не выполнили установку, было задание по-другому играть. Потом, как вы увидели, взяли под контроль игру. Я хочу сказать, что первый тайм был под нашим контролем. Да, моментов не очень создали, но опять же это все объяснялось напряженностью матча и боязнь ошибиться в стартовом матче. Пропущенный мяч из этой же серии? Ну, это опять же наша болезнь. Первая минута и последняя минута таймов. К сожалению, боремся с этим, но не всегда удачно. Игру Володи Хрекина оценить. Сложно входить в такую игру после перерыва, когда ничто не предвещало. Хотя он знал уже, что будет выходить, но немного перерывнулась. В целом, второй тайм более положительных впечатлений оставил? Чем первый? Да. Да нет, и первый тайм положительных впечатлений, и второй тайм положительных впечатлений. Я думаю, игра понравилась всем, напряжение держала. Могли как выиграть, так и проиграть. Кто сегодня, как вам кажется, на себя бремя лидерства взял в команде? Ну, хотелось бы, чтобы побольше лидеров брали на себя. Тот же и Давид Саенко, и Влад Торукин. Ну, и Владислав Короткин. В нужный момент, конечно же, забил мяч. В честь и хвала им за это. Все-таки это ничья для нас скорее в плюс, или все-таки потеряли два очка, как вам кажется? Я думаю, счет по игре. На второй игре уже полегче будет, как вам кажется? Чисто психологически игрокам. Ну, я думаю, да, конечно. Ну, и тут еще, к сожалению, наложилось первенство среди вузов. Очень сложную ситуацию попали мы, когда ребята за неделю провели четыре матча. Это сказывалось, особенно во втором, да? Да, у нас около 6-7 человек играли эту неделю на первенство вузов. К сожалению, мы не можем воспрепятствовать этому. Редактор субтитров А.Семкин